Я тренер и технолог компании Гильтек, а также практикующий косметолог. И хотелось бы сегодня обсудить очень важную, наверное, тему по поводу натуральной косметики и ухода за возрастной кожей. Что можно, что нельзя. И, конечно, поскольку мы находимся на вебинарной платформе компании Гильтек, поговорим с вами о наших косметических средствах и, в частности, натуральной косметической линии, это ZEU. Возможно, вы уже о ней слышали, кто не слышал, немножечко познакомлю с ней. Также для косметологов будет, наверное, полезно узнать, какие средства из этой линии можно использовать в салонных процедурах и рекомендовать клиентам домашний уход, потому что линия полноценная и действительно работающая, с очень богатым, хорошим составом. Ну и очень интересно включать ее в уходы. Хотя, наверное, тема о натуральной косметике очень такая шаткая и двоякое понимание уходов натуральных, особенно в возрастных уходах. Кто-то говорит, что натуральная косметика не работает, кто-то наоборот говорит, что она работает. Давайте потихонечку по мере возможности разберемся, да, и действительно, может быть, кому-то из более опытных косметологов я дам идеи, да, включение каких-то косметических средств натуральных в уходы, да. Нашим клиентам, кто использует в домашнем уходе натуральную косметику, это позволит в ней, может быть, лучше разобраться, да. И буду говорить в контексте уходов 40+, поскольку эта тема для меня самой тоже очень актуальна. Сегодня обсудим общие особенности, да, и салонного, и домашнего ухода, именно возраст 40+, и старше, да, натуральные средства обсудим, да, какие будут эффективно работать, какие неэффективно будут работать, да, и я решила, честно, решила прямо вот накануне вебинара, да, прямо вот сегодня, как всегда, дать немножко понятие о натуральных маслах, и поскольку я занимаюсь массажными техниками, возможно, кто-то был и на семинарах наших, да, то есть я больше любитель именно массажных техник, эстетических уходов, да, нежели какой-то такой врачебной косметологии. У нас есть отдельный доктор, да, физиотерапевт, который вам рассказывает об аппаратных уходах. Я очень люблю эстетику, да, поэтому сделала выборку отдельным слайдом по маслам, что дают, что могут давать, и чем опасно, опять же-таки, применение различных масел именно в возрастной косметологии. И с вами обсудим средства Гильтек, в том числе и нашу, мою любимую линию ЗИЮ, да, в профессиональном и ежедневном уходе за кожей, да, и что, поскольку у нас уже с вами ноябрь, да, совсем через несколько недель будет зима, какой через несколько недель, уже через неделю наступит зима, да, и как защитить кожу именно возрастную от внешних воздействий. И давайте начнем с факторов, которые действительно влияют на старение кожи. Прежде всего, обсудим внешние факторы, да, то есть банально и общепринято, да, сейчас это везде слышно и видно, да, что ультрафиолетовое излучение влияет на состояние кожи, да, способствует ускорению старения, да, влияет на и разрушает коллаген, в том числе и синие излучение уже появились, исследования влияют на состояние кожи, да, поэтому ультрафиолет, конечно, влияет на старение кожи и ускоряет этот процесс, да. У меня немножечко уехал слайд, да, прошу прощения, да, то есть внешним фактором еще будет являться агрессивное метеовоздействие, то есть это перепады температуры, долгое нахождение в сухих помещениях или же, наоборот, излишнее увлечение от загара, да, также и низкие температуры, холод тоже влияют на процессы старения и состояние кожи. Неблагоприятные условия труда, да, или вообще неблагоприятные условия жизни. Дальше, несбалансированное питание, сейчас тоже об этом уже появились исследования, и многие косметологи об этом говорят, да, что излишнее потребление сахара и некоторых продуктов влияет на разрушение белка, в том числе на аппликацию коллагена в коже, да, поэтому и многие отказываются от сахара, и исследований много, они разные, и все-таки баланс питания нужно соблюдать. Плюс неправильный уход за кожей, да, в том числе излишнее увлечение агрессивными косметическими процедурами, тоже может повлечь за собой ускорение, точнее, может повлечь за собой не очень хорошее состояние кожи, да, ну и внутренние факторы, да, то есть это и генетические особенности, и патологии эндокринной системы, да, то есть когда есть различные факторы, влияющие на состояние кожи, и воспалительные процессы, которые могут, опять же-таки, повлечь за собой повреждения кожи, в том числе и будут влиять на скорость старения. Какие же признаки... Какие же проблемы с кожей у нас начинаются в возрасте 40 плюс, да, я беру условно этот возраст, да, некоторые генетические, как я уже говорила, запрограммированные на более долгий срок старения, да, но, как все врачи говорят, что гормональные изменения, да, уже начинаются в этом возрасте. У кого-то раньше они могут начаться, у кого-то позже, кто-то до 50 и старше не имеет гормональных проблем, да, у кого-то они ввиду каких-то внутренних заболеваний начинаются раньше, да, но данные проблемы начинаются, да, то есть после 40 лет. Потери могут у кого-то раньше начаться, да, потому что здесь именно возраст, эта цифра может колебаться, да, потеря упругости кожи или тонус кожи влияет на данную проблему, у нас с вами влияет состояние коллагена и эластина в коже, да, коллаген с вами отвечает за жесткость и упругость кожи, так называемый тургер, да, а эластин на ее растяжимость, эластичность, и как быстро кожа может вернуться в нормальное состояние после ее растягивания, да, то есть мы понимаем, что с возрастом выработка коллагена и эластина снижается, кожа становится более тонкой, дряблой, да, и это приводит к деформациям кожным различным, да, в том числе закладыванию определенных морщин, да, потери объема, это уже когда жировые пакеты спускаются вниз, мышцы не слабо функционируют, да, и лицо постепенно спускается вниз под, теряя свой тонус. Соответственно, мышечные структуры тоже атрофируются, и наступает, мы можем видеть неприятные последствия этого, да, в том числе таким маркером, да, возрастным является пигментация, ну, и нарушение трофики тканей, да, то есть, соответственно, когда безносно-лимфатический отток страдает, да, то есть здесь можно уже о возрасте говорить в том, что с возрастом снижается количество капилляров в коже, да, и этот процесс можно считать необратимым, да, потому что при гормональной перестройке также количество капилляров теряется, да, то есть мы видим и застойные явления, постозность кожи, да, в том числе система кровоснабжения, да, то есть вся лимфатическая система влияют на состояние коллагеновых и эластиновых волокон. Поэтому, мне кажется, я сейчас сказала такое что-то, ну, прям ужасную картину нарисовала, да, но, собственно говоря, это так и есть, да, у кого-то это явно выражено, у кого-то это неявно выражено, и каким образом на это можно влиять и поддерживать состояние кожи именно в более молодом виде, лишая себя таких, не себя, наших клиентов таких проблем, да. способов коррекции в косметологии существует не так уж и много, да, их, ну, вот я условно поделила их на три категории, да, то есть то, что именно связано с возрастными изменениями прежде всего, да, то есть это большая группа инъекционных воздействий, да, или инъекционных коррекций, да, то есть это и мезотерапия, и биоревитализация, и различные введения ботулотоксинов, да, то есть сейчас нитевой лифтинг очень приветствуется, да, но есть, например, клиенты, которые по каким-либо причинам имеют противопоказания к данным методам, да, но некоторые просто ментально не могут быть готовы, да, там, к этим методам, поэтому косметология прибегает уже к аппаратным методам в качестве профилактических мер, да, так, и борьбы непосредственно уже с уже существующими проблемами, да, то есть это аппаратные методы, которые известны давно, и дают абсолютно разные результаты, да, ну, вот среди моих фаворитов, да, то есть это микротоковая терапия, фракционная лазерная терапия, да, РФ-терапия, ну, вот я, например, больше склоняюсь к микротоковой терапии, нежели ко всем остальным методам, да, потому что они приносят, ну, да, врачей, которые этим занимаются, у них предсказанные результаты, да, у меня не очень они предсказаны. В этой сфере имеют ряд противопоказаний, поэтому вот я, например, очень люблю микротоки. И также, да, неинъекционные уходовые процедуры различные, химические пилинги, массажные технологии, ну, и прежде всего, это, конечно, постоянный домашний уход, защита кожи и правильный водный баланс плюс правильное питание. Но мы не можем, допустим, призвать наших клиентов правильно питаться, да, там уменьшить количество сахара. Например, вы не можете клиенту сказать, что ему нужно больше двигаться и выполнять физические упражнения, да, там для активации, например, микроциркуляции кожи, да, но можете предложить, например, массажные технологии в этом случае, да, которые вот наравне с микротоковой терапией, и состояние сосудистой сетки, да, и лимфотока приведут достаточно в хорошее, приведут в порядок, да, и помогут клиентам поддержать состояние кожи в достойном уровне. Но поскольку речь у нас сегодня о натуральных средствах, да, и я хотела бы сделать акцент именно на состоянии кожи, да, потому что чем мы можем при помощи косметических средств, да, и уходовых процедур улучшить состояние кожи, например, как можно повлиять на выработку коллагена, да, то есть методом какой стимуляции. Вот здесь именно состояние кожи и состояние сосудистой сетки и лимфатического русла очень важно, потому что два процесса, да, то есть стимуляция выработки коллагена и венозно-лимфатический отток, да, очень взаимосвязаны, и если улучшать микроциркуляцию в коже посредством, например, той же аппаратной микротоковой терапии, да, или лазерофореза, да, или же путем массажных технологий, да, можно стимулировать мягко, плавно и держать состояние кожи в очках, и поддерживать состояние кожи в молодом виде. Рано приехал ко мне слайд, да. Какие же еще проблемы, на мой взгляд, очень важные, да, я говорила как раз именно о гормональных изменениях, на что могут, опять же таки, влиять некоторые гормональные изменения. Я не буду говорить о приеме препаратов каких-то, да, к чему приводят именно гормональные изменения. Прежде всего снижается, да, у нас выработка эстрогенов, тестостерона, на что, а кожа – это все-таки такой гормонозависимый орган, и количество эстрогенов влияет на сухость кожи, да, на ее защитные функции, а вот наличие тестостерона взаимосвязано именно с липидами кожи. Соответственно, с возрастом, когда наличие гормонов угасает, да, мы видим чрезмерную сухость кожи, плюс отсутствие липидов, и кожа становится более уязвимой, чувствительной. Также, как я уже говорила, да, то есть нарушается микроциркуляция кожи, и возрастное истончение сосудов, да, и сокращение количества капилляров. Вот на это можно сделать акцент в уходах на восстановление защитных свойств кожи, да, и восстановление микроциркуляции в коже, чтобы не только визуально, да, но и практически улучшить состояние кожи и сделать проблемы менее заметными. Здесь действительно нам могут помочь натуральные средства. Например, очень многие натуральные экстракты имеют вазопротекторные действия, да, то есть укрепляют сосуды, укрепляют сосудистое русло, улучшают обмен жидкости в тканях кожи. Всем хорошо известный байкалин, да, то есть может оказаться, да, экстрактом шлемника байкальского, да, который действительно является очень хорошим сосудопротектором, очень часто используется в противоотечных средствах. Хорошо очень известный экстракт красного винограда или так называемый респиратол является не только мощнейшим антиоксидантом, да, но еще и вазопротектором, да, и сейчас, наверное, ну, может быть, и сейчас небольшое уже количество времени, используется в косметических средствах и под названием экстракта, да, и под названием самого вещества респиратола, да, которое оказывает и оксидативное свойство, антиоксидативное свойство, да, и опять же таки вазопротекторное действие. Наверное, тоже для многих любителей корейских уходов, да, или французских уходов, да, хорошо знакома цинтелла азиатская или же трава готу-кола или тигровая трава, да, то есть это мощнейший флавоноид, который обладает и антиоксидантными средствами, содержит большое количество витаминов группы В, да, и витамин К, и является прекрасным сосудопротекторным, обладает сосудопротекторным действием, да, при этом большинство средств, да, для чувствительной, куперозной кожи, да, там большинство средств успокаивающих, да, кожу содержит цинтеллу азиатскую, да, сейчас уже химическое вещество, да, водокосозит, которое стало очень популярным, это тоже будет являться экстрактом цинтеллы азиатской, если можно так говорить, да. Также экстракт арники, да, который имеет свое название бронегорный, часто применяется в средствах против купероза, снятия отечности, больше, наверное, используется в медицине, нежели в косметологии, но многие натуральные рецепты содержат именно арнику. Я не буду подробно обсуждать все экстракты, да, уделю внимание только очень важным, которые, и они же содержатся во многих средствах гильтека, да, и в том числе, которые содержатся в рецептуре косметики ЗЮ. На что еще стоит обращать внимание, да, то есть это, конечно, на снятие оксидативного стресса, да, то есть все мы используем средства как в косметологии, так и в домашнем уходе, содержащие антиоксиданты, которые, собственно говоря, поддерживают нашу кожу в очень хорошем состоянии, да, но большинство, почему натуральная косметика, да, действительно действенная, да, потому что большинство растений содержат большое количество антиоксидантов, да, ну, явный тому пример это дигидроперцитин, сейчас достаточно тоже модный компонент, который является и природным антиоксидантом, и биофлавоноид, также он относится к витаминам группы П, да, и улучшает, и точнее является одним из самых эффективных ее представителей, поскольку улучшает и капилляропротекторные свойства кожи, да, улучшает цвет кожи, обладает противовоспалительным эффектом, успокаивающим эффектом, а также уже проведено, вот по поводу дигидроперцитина, исследований проводится достаточно много, поскольку он используется в медицине, и, собственно говоря, здесь можно смело утверждать, да, что он действительно стимулирует выработку коллагена и эластина, то и восстанавливает сосудистую сетку в коже. Это также может быть и как названное вещество, да, дигидрокверцитин, но и как экстракт лиственницы сибирской тоже может существовать в косметических средствах. Про ресвератолы мы, я уже начинала говорить, как про вазопротекторные, уже начинала говорить, как сосудоукрепляющие средства, да, сейчас хотелось бы поговорить об его антиоксидантных свойствах, да. Опять же, также очень хорошо осветляет кожу и будет мягко стимулировать выработку коллагена и эластина. Большинство растений обладают регенерирующим действием, и всем вам хорошо известный, да, там, алоэ вера, которого очень высокая заживляющая способность, да, и стимулирующая способность. Масло облепихи, да, которое также обладает очень высокой стимулирующей активностью, очень часто встречается в антивозрастных средствах. Плюс еще, если об облепихи говорить, как о масле, экстракт облепихи содержит большое количество витамина Е и витамина А. И мы с вами получаем прекрасное антивозрастное действие. Масло шиповника или иногда очень красиво пишут масло розы маскета или же масло болгарской розы, помимо своих свойств, обладают еще противовоспалительными свойствами, да, и заживляющими свойствами. То есть все это очень часто встречается в виде растительных экстрактов, и все это будет работать действительно на коже. Важно, опять же, соблюдать баланс. И хотела как раз еще уделить внимание тому факту, да, возможно, пропустила то, что с возрастом, да, из-за того, что снижается, опять же таки, клеточное отделение, процессы замедляются, мы очень часто наблюдаем гиперкератоз и пигментацию. Так вот, некоторые растения, большинство из вас с половиной этих веществ уже знакомы, да, имеют гератолитическое действие и являются давно уже популярными ингредиентами таких средств, как пилинги, отшелушивающие средства, да, то есть самый всем вам известный бромелайн, да, иногда он в экстрактах выступает, а иногда выступает просто в активном веществе, в энзимных пилингах, да, также папаин, как и обладает и осветляющим эффектом, противовоспалительным действием, также оказывает очень серьезное гератолитическое действие, и всем вам хорошо известно это вещество в виде энзимных пилингов достаточно серьезного действия. Различные виды ивы также будут работать как кератолитики, например, в средства Гильтек в линии антиакне можно встретить как натуральную, как салициловую кислоту, а также экстракт ивы, да, который будет дополнять действия салициловой кислоты, да, экстракты тополя, черного пиона редко встречаются, но встречаются в натуральных средствах, да, и малина, которая помимо, например, противовоспалительного действия, да, еще обладает и хорошим кератолитическим действием, как в масле, так и в экстрактах, да, поэтому для борьбы с гиперкератозом, мягкой эксфолиацией, прекрасно уже давно мы с вами используем натуральные ингредиенты, и перейду к растениям, да, которые еще и в свою очередь будут склонны по своей химической структуре к эстрогенам человека, да, соответственно, при нанесении на кожу будут оказывать омолаживающие действия, плюс, сразу хочу сказать, если говорить об экстрактах, то у экстрактов растений не обязательно может быть только одно действие, да, у большинства, как я уже говорила, да, сосудостимулирующие действия, успокаивающие, у каких-то противовоспалительные оно будет идти как дополнительное, например, мягким эстрогенным действием обладают экстракт хмеля, еще прекрасный стимулятор, семенная кожура винограда, мы с вами уже говорили об рецверотоле, вербена, дикий ямс очень популярен как в маслах, да, часто используется в народной медицине как лечебное средство вовнутрь. Зверобой помимо прекрасных отбеливающих свойств, дубильных свойств, да, еще обладает мягким эстрогенным действием. Ну и все прекрасно знакомы как с продукцией БАДов, да, так и с различными косметическими средствами, которые используют экстракты красного клевера в своих омолаживающих композициях, как активный стимулятор. Также, например, шалфей помимо своих успокаивающих свойств, да, и сосудопротекторных свойств, еще и обладает слабо эстрогеноподдерживающим действием, да. Некоторые фитостеролы обладают эстрогенной активностью, и, наверное, именно поэтому данные масла самые популярные в косметических средствах и не только в средствах используются отдельно, да, масло зародышей пшеницы, оливковое масло, да, кунжутное масло и кокосовое масло, да, то есть тоже будут оказывать мягкие омолаживающие эффекты. Вот здесь я перейду именно к маслам, поскольку я все-таки любитель массажных технологий, да, то есть, но в использовании масел, наверное, большинство возрастных клиентов хотят иметь, я, например, с этим очень, ну, может быть, не часто, но сталкиваюсь, да, то есть, когда нужен жирный крем. А мы с вами уже обсудили, да, что именно возрастное старение, да, вот именно хронологическое старение имеет не очень приятное воздействие на кожу, да, то есть это нарушение гидролибидной мантии из-за снижения гормонального фона. Напомню, да, что эстрогены будут отвечать за увлажненность кожи, а тестостерон будет влиять на выработку липидов. И, соответственно, именно вот это состояние кожи требует иногда или увлечения иногда плотными масляными текстурами. Многие возрастные клиенты любят действительно масла, и некоторые ими увлекаются. Я ни в коем случае не против, да, поскольку я, ну, работаю с маслами именно в массаже, да, есть, прикрепляла, не стала прикреплять этот слайд, прикрепляла шкалу комедогенности масел. А здесь хотелось бы обратить внимание на то, что именно из-за нарушения вот этого липидного, именно липидного слоя хочется масляных текстур. Но здесь тот факт, что прямые масла, да, будут растворять и без того уже хрупкий липидный слой или его отсутствие. И сделают тем самым только хуже. Сейчас объясню почему, да, потому что липидный слой кожи содержит, да, не только жирные кислоты, но еще и холестерин содержит также церамиды. И когда вот этот баланс наличия всех частей именно и говорит о нормальном липидном слое. Когда этот баланс нарушается, то и ощущение в коже сухости, повышенного шелушения, поэтому излишнее увлечение масляными текстурами, да, то есть кремами, прямыми маслами, как в массажах, так и в домашнем уходе может повлечь за собой неприятную картину, да, то есть нарушение как раз той самой гидролипидной мантии. То есть чтобы, наверное, все-таки назову цифры, да, чтобы не ошибиться, что у нас в составе липидов церамидов гораздо больше должно быть, да, их почти 50%. Дальше холестерина где-то процентов 25, да, и жирных кислот тоже 25, да, масла по большей части содержат жирные кислоты, и тогда их процент повышается, и кожа становится чувствительной и более сухой. Поэтому введение натуральных масел должно быть очень осторожным. Как работают растительные масла и эфирные масла? Прежде всего через обонятельные рецепторы оказывают и седативный эффект, да, и оказывают различные химические отлики в мозгу, да, то есть и поэтому поддерживают больше психоэмоциональное состояние и уже потом все остальные процессы. Через кожу хорошо влияют на состояние сосудов, да, и некоторые масла оказывают терапевтическое действие. Большинство масел содержат и терпеновые соединения, и фенольные соединения, да, которые обладают бактерицидным действием, да, и фитостеролы, которые как раз оказывают антивозрастной эффект, большое количество витаминов, да, но дозировка масел в косметике должна быть строго регламентирована, чтобы не нарушить как раз ту гидролипидную мантию. Я в массажных технологиях, да, уже тут в работе, уже, ну, наверное, несколько лет перешла на сквалан, либо смесь масел и сквалана именно по этой причине, чтобы не испортить состояние кожи. Почему? Потому что должно быть строго дозировано, чтобы не нарушить вот этот вот баланс липидов в коже. Натуральные косметические средства, да, то есть, которые содержат большое количество антиоксидантов, активных компонентов, должны подбираться строго дозированно. Если это косметическая линия, да, то есть, лучше использовать средства одной и той же линии, потому что наличие данных ингредиентов подразумевает, что у вас не будет никаких аллергических реакций, да, и не будет никакого раздражения, также данная программа должна учитывать строго, именно натуральная косметика должна строго учитывать не только тип кожи, да, там жирная, проблемная, сухая, да, но и ее состояние, да, то есть, она, должны учитываться ингредиенты, которые влияют на чувствительность, да, на какие-то воспалительные процессы. А я вот пролистнула, а я специально добавила вот по составу масел, я забыла, что я прикрепила, да. Самое, наверное, для возрастных клиентов и по высокому содержанию жирных кислот, это именно конопляное масло. У конопли есть еще масса дополнительных эффектов, да, в том числе и сосудопротекторное действие прекрасное, да, и антиоксидантные активы в ней присутствуют, в нем присутствуют. Есть еще большое количество, опять же-таки, различных свойств, которые присваиваются к конопле, да. Не все они исследованы, но вот единственное, по чему могу сказать, да, то есть, самое высокое содержание жирных кислот. Поэтому для возрастной кожи конопляное масло прекрасно подходит, оно еще оказывает такой слабый противовоспалительный эффект, очень хорошо успокаивает кожу. По шкале комедогенности у него не очень высокая комедогенность, да, можно его использовать и для клиентов, опять же-таки, с проблемами какими-то на коже, да, с воспалительными процессами. Также, на мой взгляд, вот в плане возрастной кожи это масло черной смородины, но поскольку у него, по-моему, не обмануть вас от нуля до двух индекс к комедогенности, да, его можно использовать и при проблемной коже, да, потому что оно оказывает еще противовоспалительный эффект. Большое количество витаминов группы В, витамин К, да, то есть будет работать еще как сосудопротекторное средство. Действительно, если брать для ухода, то вот, ну, наверное, конопляное и масло черной смородины будут самыми прекрасными, да, а вот по, наверное, по содержанию витамина Е и тех же самых жирных кислот, как бы это ни было парадоксально, ну, масло подсолнечных, да, то есть подсолнечное масло идеальное и близкое именно к липидам нашей кожи. Возможно, поэтому очень часто в некоторых рецептурах косметических средств вы можете встретить просто подпись «растительное масло». Именно поэтому еще большое количество витамина Д, то есть самое, если можно так сказать, идеальное масло, да, то есть это масло подсолнечника. Мы все время ищем каких-то вау-эффектов от экзотических масел, да, и еще очень близко к коже, да, к липидам кожи, это будет масло авокадо. И не знаю, развлеку, не развлеку, но удивлю, возможно, это не нужно брать на вооружение, это просто как факт, что ближе всего к липидам кожи плюс может содержать лизатые бактерии, это обычное сливочное масло. Кстати, поэтому в аюрведических методиках очень часто используется именно сливочное масло топленое, или, возможно, вы слышали такое название, как масло кхи, только лишь по той причине, что содержат большое количество жирных кислот плюс холестерин, да, который тоже у нас находится в составе липидов кожи, плюс большое количество, не везде, поскольку делается из молока, да, то есть могут быть лизатые бактерии именно из-за переработки, поэтому оно действительно может восстанавливать еще и защитную функцию. Кожа – это в косметологии, не знаю, как это можно применить, да, но факт остается фактом. Да, поэтому по маслам, как в качестве вывода, да, то есть такое, что их нужно грамотно подбирать, использовать дозированно и всегда смотреть, насколько они сочетаются с косметическими средствами именно вашей основной процедуры. Ну и использование натуральной косметики подразумевает прежде всего хорошее здоровье, да, поскольку чем натуральнее косметика, почему я и говорю, что лучше использовать косметические натуральные линии, нежели использовать открытые, да, там масла, где вы не знаете, как вы будете их дозировать, какой процент ввода вы будете вносить, да, чтобы избежать аллергических реакций, раздражений и раздражающих факторов, да, то есть каких-то на коже. И теперь уже могу повторять, да, не нарушить гидролипидную мантию кожи при помощи, хотя, да, казалось бы, масло, да, вроде мы восстанавливаем липидный слой, на самом деле не так, да, то есть мы можем его именно при помощи масел как раз и разрушить. И подойду немножко к еще очень одной важной теме, да, именно теме микробиома, поскольку некоторые компоненты как раз содержатся и много в линии ЗУЮ, как раз еще именно вот этот вот аспект возрастного старения, да, то есть нарушение гормонального фона еще очень сильно влияет на микробиом кожи. Поэтому в первую очередь совсем недавно или же косметика с лизатами бактерий, косметика, которая восстанавливает микробиом кожи, в основном ассоциировалась с подростковой косметикой, да, то есть защитой кожи, противовоспалительные какие-то средства, да, но никак не вязалась с возрастной кожей. Но прежде всего, да, то есть особенно если клиент, да, или вы как потребитель, да, косметических продуктов и косметических процедур участвуете в этом процессе, да, то есть если вы находитесь в климактическом периоде или же принимаете какие-то гормональные средства, или же уже перешли на гормонозаместительную терапию, то прежде всего стоит задуматься о восстановлении микробиома кожи, поскольку это очень взаимосвязано, да, то есть что делает микробиом, да, основная его задача защиты кожи от внешних воздействий. А мы уже говорили о том, что в возрасте нарушается баланс гидролипидной мантии, да, из-за гормональной дисфункции, да, плюс микробиом кожи поддерживает кислотность кожи, да, и старается, да, то есть защитить нас еще и от пыли, грязи и вторжений чужеродных микробов, плюс непосредственно участвует в антиоксидантной защите кожи, да, к каким образом или какие дополнительно воздействия могут повлиять на состояние микробиома кожи, да, ну прежде всего это вредные привычки, да, которые в принципе могут ускорить и процессы старения, да, то есть это курение, поскольку непосредственно влияет на капилляры кожи, да, не просто на сосуды в целом, но и на капилляры кожи. Также курение может повлиять, да, опять же, это грязь, да, различные испарения, да, ну и потеря влаги в коже, да, точно так же, хотя я когда рассказывала про ресвератол, да, что его частично, не только из красного винограда, да, выделяют, но и частично из вин, да, то есть винного жмыха экстрагируют. Некоторые мои лично клиенты говорят, а можно вовнутрь, да, по идее можно, это все дозировано, можно пообщаться с эндокринологами, с некоторыми, да, которые изучали этот вопрос, но это гомеопатические дозы алкоголя вовнутрь, здесь также злоупотребление алкоголем точно так же будет влиять на состояние микробиома, да, на состояние гидролипидной мантии, состояние сосудов и капилляров кожи. Дальше, очень часто еще, как потеря микробиома, да, или здоровье микробиома приводит излишний уход за собой, будет неправильно, чрезмерный уход за собой, именно приверженность умывать кожу до блеска или несоблюдение некоторых протоколов процедур, особенно повреждающих процедур, да, это химические пилинги, различные шлифовки, да, то есть неправильный домашний уход, или когда не уделяется должное внимание, да, таким процедурам, то же самое может нарушаться здоровьем микробиома. Также прием антибиотиков, как я уже говорила, да, гормонозаместительная терапия, прием различных средств и неправильное питание. Вот здесь, наверное, больше всего неправильное питание влияет на состояние кожи, да, то есть употребление излишних сахара, да, молочных продуктов, а также их комбинаций может влиять на именно состояние дне. Опять же, мы привыкли к тому, что применение, точнее, употребление сладостей, да, это всегда какой-то воспалительный процесс на коже, да, но, опять же-таки, сейчас очень много статей, я не буду повторяться, могу прикрепить ссылки, где посчитать, да, то есть вот именно сахар, да, излишнее употребление влияет и не только на внутренние органы, но и на состояние коллагена в коже, да, соответственно, на сосуды, и, как следствие, вот эта вот гликация, нарушение качества коллагена, что приводит либо к раннему старению, либо, да, к необратимым процессам уже в возрасте. Поэтому, ну, тема не про то, как вести здоровый образ жизни, да, что делать, если все-таки так есть, да, то есть поэтому средства с пробиотиками, с пребиотиками, да, и веществами, которые будут улучшать микробиом на коже, да, это не только средства для подростков, это еще и средства для людей 40+, да, что входит в основном и работающие, наверное, компоненты косметики микробиом-френдли, да, это фрукта олигосахариды, глакта олигосахариды, вы очень многие знакомы, да, и сейчас глюконовая кислота, да, то есть это мягкий пилинг, который улучшает и состояние сосудистой сетки, в том числе и, прошу прощения, в том числе и улучшает состояние возрастной кожи. Всем известные альфа-бета-глюканы есть косметические бренды, которые построены на содержание глюканов в косметических средствах, да, и действительно пропагандируют бренды альфа-бета-глюканы как антивозрастные компоненты, да, потому что обладают высокой регенеративной способностью, также прекрасно стимулируют производство и коллагена, и эластина. Также бета-глюкан считается то, что он взаимодействует практически со всеми ингредиентами, да, и еще улучшает их проникновение вглубь кожи и является как-то не только активом, да, но и прекрасным транспортом некоторых активов в глубину кожи. Ну и непосредственно лизатые бифиды и лактобактерии, да, которые используются в косметических средствах для восстановления микробиома. Поэтому при помощи косметических средств натуральной косметики можно расширить спектр своих процедур и в том числе выстроить уходы грамотные для клиентов, которые, например, не могут себе позволить по каким-то причинам, либо по противопоказаниям, либо, может быть, по моральным причинам, да, каким-то ментальным причинам. Значит, большое количество веганов, да, кто-то по определенным убеждениям не любит инъекционные препараты, да, либо это есть некоторые особенности. Поэтому натуральную косметику можно смело включать в антивозрастные уходы или в профилактические уходы. Если вы составляете уходы сами, нужно действительно смотреть, насколько сочетается и дозированно вставлять в уже имеющуюся у вас косметическую линию, да. Там, где, поставила слайд, там, где у нас есть в косметических средствах прей-пробиотические компоненты, да, которые неплохо работают, и как... А, ну, я еще не сказала, что все и большинство прей-пробиотиков будут обладать прекрасной антиоксидантной способностью, и многие из них стимуляторы выработки как раз коллагена и восстановления сосудистой сетки. Поэтому у нас в линии косметики Гильтек, я сейчас выбрала несколько средств из базовой линии Гильтек, да, то есть это сыворотка пробиоскин, да, которая содержит лицаты, бифиды и лактобактерии, также содержит инулин, который будет являться прей-пробиотиком, да, плюс прекрасно улучшает движение влаги в коже, альфа-глюкан, олигосахарид, да, фукогель, мой любимый ингредиент, на самом деле, который тоже обладает прей-пробиотическим действием, плюс он отвечает за транспорт влаги, да, не просто увлажняет кожу, а именно контролирует движение влаги в коже, да, то есть нет, исключая застойные явления. Сыворотка интенсивомоложения, которая содержит и клеточную фитокультуру, да, и бета-глюканы, на что еще хотелось бы обратить внимание, особенно, наверное, вот в этот период, поскольку уже начался отопительный сезон, и у большинства людей кожа активно теряет влагу, да, хотелось бы обратить внимание на гелевлажняющий плюс. У него очень такой маленький состав, казалось бы, да, то есть он содержит высокомолекулярную гиалуроновую кислоту, да, алоэ вера и именно фукогель. Вот фукогель будет оказывать не только увлажняющий эффект, да, поскольку он будет обеспечивать еще и транспорт влаги в коже, да, надолго поддерживаю увлажненность кожи, плюс оказывает защитную функцию для микробиома, восстанавливая кожу. Поэтому, опять же, все привыкли, что это гель для аппаратной косметологии, он у нас входит в коллекцию средств как раз для подростковой кожи, но хочу клиентов 40+, направить свой взгляд, убедить, направить свой взгляд в сторону вот этого увлажняющего геля, поскольку в течение дня он действительно очень хорошо держит влагу и восстанавливает барьерные функции кожи. И хочу кого-то познакомить, кто уже знаком с линией, возможно, немного по-другому обратить внимание на некоторые средства линии. Это линия ЗЮ, такая младшая дочка бренда Гильтек, да, то есть, которая тоже выпускается в нашей компании, как такой уходы скин минимализма, косметика натуральная, но ни в коем случае не, не знаю, как правильно выразиться, ни в коем случае, но содержит такое же большое количество активов в достаточно хороших дозировках, как и профессиональная линия, поэтому не стоит ей пренебрегать, и можно включать ее в профессиональные уходы, да, также для поддержания кожи межпроцедурный период, да, прекрасно работает. Основные продукты в линии, на которые действительно хотелось бы обратить внимание, это прежде всего очищение. Гель для умывания очень мягкий. Можно использовать как основной этап очищения, да, либо, вот как написано на слайде, да, после гидрофильного масла, если вы использовали до этого большое количество косметических средств, да, на коже, либо использовать декоративную косметику. Но в этом случае, допустим, если вы используете средства с большим количеством SPF-фильтров, да, то есть плотные, или SPF-тотал, да, очень плотные средства, можно просто умыться дважды, и он очень хорошо очищает. Помимо мягких пау в составе есть еще мятная вода, алоэ вера, экстракт планктона. Гель начинает увлажнять и улучшать состояние кожи еще в процессе очищения. Есть в нем в качестве отдушки эфирное масло бергамота. И, как я уже говорила, что в случае натуральной косметики нужно рассматривать, конечно, собственные пристрастия, непереносимость индивидуального какого-то компонента. Поэтому будьте осторожны, смотрите, выбирайте. Кстати, они есть и всегда были в мини-дозах, можно попробовать и уже потом либо включать в уход, либо не включать в уход. Да, эфирное масло, сам бергамот, да, именно аромат, как мы уже говорили, да, влияет очень хорошо на расслабление мышечной системы. А именно сосудистые спазмы очень часто бывают еще из-за наличия какого-либо стресса, в том числе и общего стресса, да, поэтому нарушение микроциркуляции или сосудистые проблемы, да, не стоит исключать, точнее, в работе с этими процессами не стоит исключать и нервное напряжение, и очень сильный стресс, потому что это все взаимосвязано. Здесь на уровне ароматерапевтическом, да, то есть очень хорошо бергамот снимает мышечные спазмы и сосудистые спазмы. В качестве тонизации два продукта, которые я, например, с удовольствием использую сама, да, это тоник успокаивающий Must Have Toner, да, в составе которого он действительно успокаивает, потому что ромашковая вода в составе, да, календула, клевер луговой, да, то есть липа, и у него точно так же очень приятный, такой, на мой взгляд, многопудровый аромат. Здесь в качестве отдушки масла и ланга, поскольку накладывается вот на весь вот этот букет, такой очень мягкий пудровый аромат у тоника. Можно использовать его и в качестве обычного ежедневного тоника при помощи ватного диска, нанесения при помощи ватного диска, да, также можно его наносить при помощи орошения, если вставить распылитель в пузырек. Собственно говоря, поэтому форма выпуска настолько упрощенная, да, чтобы вы могли совершать различные манипуляции с пузырьками, с этим подходят практически любые распылители. Ну и наша новинка, которую я настоятельно буду рекомендовать как возрастным клиентам, так и практически всем клиентам в зимний период. Это эссенция Тонап Гидроэссенс, которая содержит экстракт одуванчика, да, экстракт артишока, который тоже является вазопротектором, да, экстракт зеленого чая. Помимо сосудопротекторных свойств, да, экстракт зеленого чая еще обладает такой оксидативной силой и часто включается в композиции антиоксидантных средств, да, и в составе также есть гиалуроновая кислота. И эссенция – это такой симбиоз тоника и сыворотки именно на пересушенной коже, на чувствительную кожу, покрасневшую, возможно, с сосудистой сеткой, будет оказывать полноценное действие, да, не только увлажняя, да, но еще и успокаивая кожу. Повторюсь, можно использовать ее и как обычный тоник, и как сыворотку, потому что она имеет такую немножко гелевую текстуру между сывороткой и жидким тоником, да, то есть именно эссенция. Прекрасно подойдет для возрастной кожи как дополнительное увлажнение, да, ну и состав, да, содержит и вазопротекторы, антиоксиданты и успокаивающие компоненты. Ну и для дополнения, как полноценный, это мой любимый, наверное, продукт в длине, да, как дополнительное очищение, как отдельную маску для мягкой стимуляции отшелушивания, да, там, если есть гиперкератоз, это маска-скраб-коффи-брейк. Это симбиоз механического пилинга, да, и энзимного. В данном случае в маске есть энзим граната. Кто сталкивался с этим, да, кто увлекается, возможно, натуральными косметическими средствами, или же врачи-косметологи все прекрасно знают, что энзим граната по свойствам, по своим воздействиям его на кожу приравнивается к воздействию гликолевой кислоты, только более лайт-версии, да, то есть более мягкого действия. И здесь сочетание вот этого энзимного пилинга и механического скраба, в качестве абразива используется мягкая кофейная пудра, мелкоабразивная, да, которая не травмирует кожу, мы получаем идеальный обновляющий эффект. Для очень чувствительной кожи, да, это свойство, да, то есть скраб можно не использовать, можно нанести гель на кожу, слегка помассировать, да, можно не массировать, а просто использовать как энзимную маску и потом просто смыть. Также в составе средства, да, маски есть лизат и бактерии, которые будут поддерживать местный иммунитет, да, и мягко оказывать стимулирующее действие на клетки коллагена, да. В салонном уходе, да, можно, например, использовать ее на этапе подготовки к поверхностным химическим пилингам, когда кожи не хватает очищения, да, то есть кожи не хватает очищения, да. Что еще хотелось бы сказать? Или же, да, то есть поскольку в составе еще, да, кофейная пудра очень хорошо стимулирует, освежает именно действительно такой кофе-брейк для кожи, да, можно использовать ее в домашнем уходе два раза в неделю, не чаще двух раз в неделю или один раз в неделю для дополнительной эксфолиации кожи. Ну и, наверное, самое известное средство, которое у линии The U, которое пользуется популярностью не только у наших клиентов, но и у косметологов, очень мощная антиоксидантная сыворотка, трубы Baby Face, которая содержит в своем составе и неоцинамид 3%, и витамин С также 3%, витамин С в стабильной форме, да, который не разрушается. Сыворотка выравнивает и тон кожи, оказывает мягкое себорегулирующее действие, да, на кожу плюс, она очень хорошо успокаивает кожу, ну и снижает оксидативный стресс. Прекрасно подходит в салонных процедурах под маски, да, то есть под любые пластифицирующие маски, под альгинатную, и также на завершающем этапе процедуры, да, перед финальным кремом. Ну, помимо вот этих двух основных ингредиентов, да, здесь есть экстракт брусники, экстракт ежевейки, экстракт земляники лесной, ну и такой фирменный стиль линии ЗЮ, это добавление цветочных и ягодных вод, да, то есть гидролатов в состав любого средства. В данном случае, да, здесь будет черничная вода, поэтому будет оказывать еще и сосудоукрепляющие действия, да, противоотечное действие и противовоспалительное действие, а если говорить о возрастных клиентах, да, прекрасное средство для возрастной кожи с высыпаниями на фоне гормональных изменений, да, прекрасно убирает застойные явления по стакне и при этом успокаивает кожу и тонизирует ее. Ну и финальный крем линии, да, то есть это крем для лица Юн Мегаполис SPF 10. Иногда слышу отзывы такие, там, очень малый SPF 10, да. Почему и как, на самом деле, основная задача этого крема для того, чтобы защитить кожу от внешних повреждений, да, и прекрасно работает как крем, защищающий кожу от потери влаги, да, восстанавливающий гидролипидную мантию, а также в составе его также есть лизаты бактерий, он еще восстанавливает микробиом кожи. Поэтому это отличный защитный крем и восстанавливающий крем, особенно в данный период. Когда начинается холода, возможно, в летний период ему SPF и мало. Но когда начинается холода, да, и кожа активно теряет влагу не только в помещении, но и на улице, плюс дополнительный, да, стресс, не только оксидативный, да, на улице, но и от отсутствия как раз солнечных лучей, это прекрасный защитный крем для жителей городов. Да, он недаром назван Ю Мегаполис Крем, но поскольку мы как раз говорим в контексте 40+, да, то по его составу и по его функции это как раз восстановление барьерной функции кожи в момент наступления менопаузы, да, либо в момент восстановления функций, да, как защитный крем после различных процедур, или же просто как крем, который будет поддерживать гидролипидную мантию в норме, а здесь базовым, да, таким фирменным ингредиентом будет выступать ежевичная вода, да, то есть, опять же, гидролат ежевики, да, прекрасно увлажняет кожу, да, плюс ежевика тоже будет являться, содержит большое количество антиоксидантов, да, плюс является вазопротектором. Также есть экстракт и земляники лесной, и экстракт клюквы, про лизат и бактерии я уже говорила, да, при этом в креме есть микрочастицы, которые будут выравнивать тон лица и прекрасно подходят под нанесение каких-то макияжных средств под нанесение декоративной косметики. Ну, и в качестве завершающего этапа процедуры, да, то есть салонный, он тоже прекрасно подходит. Экспресс-процедура, протокол я прикрепила, да, плюс можно включать, а я уже говорила, да, о том, что в натуральную линию, да, можно мягко, например, вписать в массажную технологию какое-то масляное средство. В данном случае по смыслу, да, было бы неплохо, да, провести массажную процедуру после энзимного пилинга, да, то есть перед какой-то финальной маской, да, там, например, по маслу из семени черной смородины, да, то есть прекрасно подойдут в такие процедуры, как обычный лимфодренажный массаж. Можно использовать все массажные технологии. Маслосмородины обладает таким, прекрасно скользит, но оно немножко вязкое, поэтому прекрасно подходит под такие долгоиграющие массажи, например, там, как хиру массаж, как французский вариант, да, так и испанский его вариант, и под все восточные массажи, поскольку будет еще усиливать вот эти лимфодренажные движения различных восточных техник, да. Вот я, например, у меня прям вырисовывается картина Асахи, да, то есть где и лимфодренажные движения, и стимулирующие мышечные движения, да, и работа со связками прекрасно пойдет, да, завершение любая альгинатная маска, и как финальный крем, да, у нас будет сыворот Козы Ю и Ю-Мегаполис перед выходом, да, то есть как завершающий защитный крем, да, то есть вот такой вот пример на слайде прекрасной натуральной процедуры. Здесь могут быть и другие вариации, да, схема ухода, да, как ежедневного рутинного ухода тоже прикрепила на слайде, для жирной проблемной кожи тоже прикрепила на слайде процедуру, да, и для как раз интенсивного антивозрастного ухода. Вот нижний вариант в качестве маски здесь подойдет, например, очень много альгинатов, да, есть, например, там сарника и с водорослями прекрасно будут работать как натуральные уходы, да, то есть и поэтому не стоит избегать натуральной косметики в антивозрастных уходах, если требует этого ваш клиент или концепция вашего кабинета, да, но нужно учитывать, как работают определенные экстракты и учитывать состояние кожи клиента. Я надеюсь, что сегодняшняя тема была вам интересна. Для всех профессионалов я стараюсь давать вам идеи, да, для, возможно, расширения или сочетания каких-то процедур, а для наших постоянных слушателей, наших клиентов и клиентов-косметологов, возможно, это очередное руководство, чтобы, например, использовать как натуральную косметику, так и те же масла правильно, не злоупотреблять чрезмерно, увлекаясь различными тенденциями, а именно грамотно строить уход. И у меня на сегодня все. Промо-код я прикрепила в чате. Он там есть. Для всех участников вебинара 10% скидка на покупку продукции. Промо-код ZEU40+. И, возможно, для кого-то я открыла нашу натуральную линию ZEU, для кого-то, может быть, перенаправила в другое русло использование препаратов с лизатами, да, то есть для восстановления микробиома. Кстати, все компоненты микробиом-френдли прекрасно встраиваются в салонные процедуры, например, химических пилингов, или восстановления после агрессивных, даже не агрессивных, а после повреждающих салонных аппаратных процедур, да, в качестве, опять же, восстановления и антистрессовой такой вот защиты кожи. То есть это практически все виды химических пилингов, да, то есть лазерные шлифовки, РФ-воздействия, да, то есть практически после всех процедур использование косметики микробиом-френдли не только защитит кожу, но еще улучшит результат, особенно в именно коллагенно-стимулирующих процедурах даст еще больший толчок для восстановления кожи. Ну и на сегодня все. Я благодарю всех, кто присоединяется к нашим вебинарам, да, будем рады вас видеть в нашем ЦДК, да, в Центре диагностики кожи на живых наших семинарах, да, или на следующих вебинарах. И я с вами прощаюсь, желаю вам всем хорошего дня, косметологам, побольше клиентов, и побольше клиентов, а нашим непосредственно клиентам красоты и здоровья. Я с вами прощаюсь, до свидания.